Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте посмотрим, где, чего, как и каким образом происходит. Итак, друзья мои, продолжаются атаки расистов в Донецкой области. Скажем так, местные штурмы, есть местные штурмы, их много. Направления те же, что раньше, Покровск, Торецк, что там у нас еще, Клещеевка. Клещеевка, то есть, все то же самое, что было и неделю назад, и две недели назад. Да, есть продвижение в определенных моментах у расистов. Но со временем остановим, остановим, да. С Божьей помощью, так сказать, и с дядюшкой Хаймарсом, с снарядами и так далее. Выбиваем их, вы что думаете? Сейчас они даже не восполняют те потери, которые при помощи мобилизации своей, они не восполняют потери. То есть, их армия не растет больше. Они не в состоянии заключить контракты с необходимым количеством людей. Именно поэтому, а что же вы думаете, они тянут сейчас больных, посылают хромых на штурмы, посылают на палках индусов, посылают сейчас индусы, выцарапывали своих граждан, потом непальцы, потом, скажите мне, граждане Шри-Ланки, ну зачем бы они это все делали? Понятное дело, что не от хорошей жизни, было бы у них много лишнего состава, все бы это не делалось. А так им его уже начинает не хватать. Только поэтому они используют такие методы. Значит, за вчерашний день в Донецкой и в других областях, не надо понимать, что там бои только в Донецкой, а в Харьковской, например, да, а в Херсонской нашей, там, в районе Гаприи, так задницу поджарили, что только там портянки со лучами летели. Говорят одно и то же, кстати. Да, значит, вот смотрите, какая штука. За вчерашний день 1220 путинских боевиков отправились в Нирвану, ну, по-разному, да, это 200 и 300, то есть те санитарные потери, которые бойца уже из списка воинской части вычеркивают, хотя, видите, вон они, я же говорю, уже есть несколько видео, когда они на палках, на костылях бойцов. Они даже им костыля не дают, какие-то палки, они а то это скачут, на одной ноге, даже без автомата, просто с палкой в атаку. Ну, какой в этом смысл, не могу объяснить, но тем не менее это делают. Да, 1220 отправились на концерт Кобзона, ну, или такой с оттяжкой, да, билеты уже получили, скажем так. Всего 553 410 путинских бандитов, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, ну, что-то у них вот пошло не так, как они хотели, как говорится, поехали на концерт Кобзона или Лексию Жириновского, да. 7 танков за вчерашний день было отправлено в металлолом, всего 8178, нормально, хорошо. Да, нащелкали хорошо, там такой вчера красивый был, кстати, видосик с Т-90, который шел вот так вот так резво, он ехал в атаку, потом налетает на мину, и взрывы и аннигиляция одновременно, ну, просто красота. Башню, наверное, метров на 100 подбросило. Да, летел красиво, ничего не скажешь. Дальше, 19 бронемашин за вчерашний день было у Кондропуплина, и в общей сложности 15 704 путинских броневичка отправились на переплавку. А также 49 артиллерийских систем, это имеются в виду системы ствольные, да, потому что есть еще РСЗО. Ну, в данном случае о РСЗО речь не идет, да. 49 пушек за вчерашний день у них улетело в Ильцарье. Мне интересно сейчас знать соотношение корейской артиллерии, которую они получают, да, и своей собственной старой, вот это то, что они последние там дошкрябываются складов. Вот это знать бы, это хороший вопрос вопросов. Что касается самолета вертолетов, остаются старые цифры позавчерашнего дня. 361 326 и 29 единиц беспилотников, всего 11 922. Да, беспилотники сбивают постоянно, видите, беспилотники наводят крылатые ракеты. Кстати, вот над Киевом был после налета, еще один раз работал АПВО, я думаю, многие слышали, это как раз грухнули беспилотник-разведчик, который приехал посмотреть на результаты, так сказать, работы их ракет. Смотрел, куда там по больнице попали, по центру ИСИДа попали, по роддому, по больнице, ну, все как всегда, да. Да, 29 беспилотников и 11 922 всего. 36 крылатых ракет за вчерашний день было сбито в общей сложности, но летело их много. Их летело, не знаю, я сейчас точные цифры не знаю, наверное, штук под 50 в общей сложности их было, поэтому был прорыв в Киеве, прорыв противоракетной обороны, это очевидно. И были попадания в Киеве и не одно, да. Тут мы это знаем, тут я уже рассказывал, да, в принципе, уже и специалисты рассказывали на эту тему, что произошло просто-напросто. Они послали больше ракет, чем может сбить вот за одну минуту наше ПВО. Вот, собственно говоря, тут все довольно просто, как они это сделали. У нас тупо не хватило того, для того, чтобы это все остановить. Да, ну, увы и ах, скорее вопрос к нашим дорогим партнерам. Так, 2389 ракет всего было сбито, крылатых. Дальше, 62 автомобиля, автотехника, цистерны с горючей, смазочными материалами, буханки и так далее. 62 штуки всего, всего составляет рекордная цифра 20212. 22212, много. И очень много, это очень хорошо, единиц спецтехники. 13 штук сразу. Спецтехника сейчас выбивается в первую очередь та, которая работает против наших дронов, против наших хаймерсов, против наших снарядов из калибур, то есть это рэбы. Вот, по ним сейчас очень активно работают. Вот эти цифры как раз и показывают уровень этой работы. Да, 2516 всего. Таким вот образом мы видим, друзья мои, что российско-фашистская армия продолжает нести катастрофические потери в Украине. Она уже далеко не вторая армия в мире. Она армия, которая получает звездюлей, уничтожает свой лишний состав, уничтожает собственную технику. И, собственно говоря, надежда вся на Ким Чен Ина. Она того, где сядешь, там и слезешь. Продолжение следует...